Последние недели вы говорили о том, что существует реальная возможность, что Россия потеряет право участвовать под своим флагом в летних Олимпийских играх в Токио. Насколько это вероятный сценарий? Вероятность есть, она вытекает непосредственно из главы 11 стандарта по соответствию. Мы находимся в режиме обусловленного соответствия. Это значит при выполнении двух условий. Первое, это до 31 декабря 2018 года обеспечить доступ в московскую лабораторию и обеспечить передачу электронной базы данных в московской лаборатории. Это первое. Второе условие, это до 30 июня 2019 года обеспечить передачу данных, именно материальных данных. Это непосредственно тех проб по списку, которые будут представлены отделом расследования ИВАДы. Но ввиду того, что все-таки электронная база данных была передана, комитет по соответствию признал этот пункт выполненным до проведения проверки. Отдел расследования ИВАДы установил, соответственно, определенное, скажем так, исправление. В общем, целый ряд несоответствий. База была неаутентична. И в этой связи, более того, были вопросы, связанные и с параметрами изменений, и с датами изменений. Какая сейчас нам предстоит процедура? Когда мы точно поймем, смогут ли российские спортсмены под своим флагом поехать в Токио или нет? Сможет ли Санкт-Петербург принимать матчи и Россия участвовать в чемпионате Европы по футболу или нет? Информация официальная, которая шла и была получена из ВАДы ранее, то, что до конца года этот вопрос разрешится. Я так понимаю, были приняты определенные решения по рекомендациям. Мы понимаем, какие это рекомендации? Нет, пока еще нет. Понимаете, последствия и потери для нашего спорта еще рано считать. То есть мы еще не подошли. Понимаете, мы еще до дна не дошли. А где дно? Ну вот давайте подождем.